Здравствуйте, друзья! Кто-то заказывает розы в питомниках, кто-то покупает в садовых центрах. Вот если вам прислали розу из питомника, тут уж что прислали, то прислали. От вас ничего не зависит. А в магазине обычно есть возможность выбрать качество саженца, если это не последний экземпляр, конечно. Розы сейчас привозят очень рано. В Леруа первые коробочки с розами появились в конце января. Чем раньше покупаешь розу, тем больше рисков. Но разве нас садоводов когда-то это останавливало? Тем более, что в это время много прекрасных сортов по не менее прекрасной цене. Определились с сортом и начинаем выбирать. Смотрите, какие длиннющие побеги. Жалко, бедные розочки перерастают, а их еще никто не купил. Кстати, это Розалиум Юторсон, очень хорошая роза. Такие побеги не есть хорошо. Можно подумать, что вот какая замечательная, сильная роза. Как бодро тронулась в рост. Но это не так. Розочка, прорастая в таких спартанских условиях, дает слабые побеги. А вот другая крайность. Роза не подает признаков жизни. И вот тут два варианта. Или это роза спит крепко-накрепко, или она засохла. Попробуем определить, что с розой. Признаки засохшей розы. Одним из признаков может быть вес. Если у розы пересох земляной ком, она становится очень легкой. Поломанные веточки. Высыхая, веточки становятся очень хрупкими. И еще такой признак, о котором не все знают. Опадающий и шелушащийся воск. Когда розочка высыхает, оболочка из воска становится ей как бы велика и начинает разрушаться. Идеальный саженец выглядит так. Нет ни пятен, ни плесени на стволике. Ровный слой воска. Два-три стебля. Около 20-25 сантиметров высотой. Зеленые почки. Такой саженец хоть храни, если есть условия, хоть сажай. Вот это саженец прекрасного сорта пастелла. И выглядит он отлично. И мне такая розочка как раз очень нужна. Заключительный момент, про который частенько я и сама забываю. Нужно вытащить розочку и сравнить надпись на корне розы с надписью на коробке. Да-да, мне приходилось видеть, как эти надписи не совпадали. Я думаю, что тут уже дело в недобросовестных покупателях. Что делать, если ваша роза, та, которую вы выбрали, есть только в одном не лучшем варианте? Или переросшая, или сухая. Переросшая роза, это не так страшно. Ее можно купить, посадить, ухаживать и выненчить. Она постепенно окрепнет. Проверена на собственном опыте. С сухой розой сложнее. Совсем сухую брать, я думаю, не стоит. Вот такую розу я бы никому покупать не посоветовала, а сама купила. Ни одной зеленой почки, одна из двух веточек надломлена. Воск начинает опадать. В общем, признаков жизни у нее не было. Но у меня было большое желание купить именно ее, потому что это был Пьер де Рансар. Я так обрадовалась, когда ее увидела. Роза была всего одна последняя. Но когда я заглянула в коробку, то поняла, почему она осталась. Вид у нее был совсем не супер. Я рискнула, купила, была готова разочароваться. Замочила на максимальное время, указанное на коробочке, 12 часов, в простой воде, без всяких корневинов. Посадила, опрыскивала почаще водичкой. И вот он, мой Пьерушка, ожил, растет. Только бы сильно не торопился, у нас еще сугробы чуть не до окон. А ему переезжать в теплицу только во второй половине апреля. Кстати, эта веточка с опавшим воском так и не ожила. В общем, друзья, если очень хочется, то рискнуть можно. Но уже тогда и не разочаровывайтесь сильно, если ничего не получится. Удачи всем приобретателям саженцев! Пусть все у вас доживет до дачного сезона в лучшем виде. До свидания! С вами был канал Домик окнами в сад.